Телерадиокомпания «Альтекс.Медиа» представляет вашему вниманию дневник первого всероссийского совещания «Региональные средства массовой информации на пути к эффективности», который состоялся на базе выставочного центра «Екатеринбург-экспо». В форуме приняли участие сотрудники региональных СМИ со всей России, которые обсудили вопросы и проблемы, возникшие в отрасли за последние годы. На итоговом пленарном заседании были окончательно определены приоритетные действия, которые необходимо предпринимать региональным СМИ для того, чтобы не только выживать, но и развиваться в современных условиях. Одним из важнейших направлений является развитие медиаграмотности населения. А медиаграмотность начинается с того, что вы должны как в магазин, когда приходите продукты покупать, и смотрите срок модности. Медиаграмотность начинается с того, что вы смотрите на источник информации. То есть тут на самом деле работать еще и работать. Хотя, с другой стороны, 7 человек из 50, это означает, что уровень привычной медиаграмотности у нас процентов 15, что примерно соответствует тем исследованиям, которые проводились. Вопросы рекламы, как одного из основных источников дохода для региональных средств массовой информации, способность конкуренции с крупными рекламными компаниями, умение создавать качественную, а главное работающую рекламу, при обсуждении показали свои проблемные факторы. Самый главный посыл – это кадровый год рекламных менеджеров. Мы сошлись на той мысль, что крайне нужна учеба, образование, как делать рекламу, как получать рекламу, да, собственно говоря, как анализировать рекламный поток. С проблемами столкнулись и участники круглого стола по увеличению эффективности средств массовой информации. Однако именно это и выявило суть ситуации, вектор, по которому необходимо двигаться для ее решения. У нас получилось небольшое различие. У нас было ряд окладчиков, которые занимались условно-народной экономикой, ряд окладчиков, которые показывают свои социально значимые проекты, а вот мостика не получилась. И это будет хорошим моментом по дальнейшей работе и совершенствам и так далее. Для того, чтобы нормализовать ценные отношения между Почтой России и печатными СМИ, принято решение поставить перед Почтой России задачу, чтобы договоры заключались напрямую с издателями. В том числе была возможность заключения договора через сеть интернет. Сразу у издателей возникли вопросы, если Почта будет заключать договоры напрямую, соответственно, цена Почты России будет, наверное, самая недорогая, что нас чрезвычайно порадует, но что будет с другими агентствами, не совсем понятно. По результатам форума стало окончательно понятно, что региональные средства массовой информации в России, по сути, разделились на две модели. Рыночную и модель, когда экономическое благополучие СМИ, в значительной мере зависит от государственной поддержки. При этом, что отравлю, что очень многие средства массовой информации, которые находятся в ведении региональных властей, в значительной степени зависит от региональной поддержки, все равно начинают все больше и больше обращаться к рыночным историям и не понимают осознанию необходимости заработка. Без осознания этой необходимости у нас точно ничего не получится. Однако во многих случаях без поддержки государства невозможно реализовывать те или иные проекты, оказывать временную помощь СМИ и многое другое. Помощь нужна, но нужен и контроль за получаемыми средствами. Мы являемся сторонниками того, что она должна быть максимально прозрачная. В каждом регионе должна быть ясная картина, сколько, кому и на что были выданы деньги. Читатели, зрители и радиослушатели зачастую раздражают обилие рекламы. Однако они не всегда понимают, благодаря чему существуют их любимые средства массовой информации. Ужесточение требований к рекламе в СМИ всерьез осложнит работу, перекроет финансирование многих проектов. Решать это необходимо не только на региональном, но и на федеральном уровне. Причем делать это как можно скорее. Мы понимаем, что нам нужны шаги по оживлению рекламного рынка. И здесь как раз мы уже сегодня говорили, что мы будем ждать конкретных предложений, направленных на изменение закона по рекламе, на дальнейшую либерализацию рекламных деятельностей. Потому что народ продолжает движение в пользу расширения рекламы. В плане позитивной информации из регионов к федеральным властям также возник ряд вопросов. Поскольку многие региональные СМИ попросту отказываются публиковать те или иные положительные материалы из опаски быть, что называется, наказанными рублем. Зачастую мы встречаем крайне непонятную нам позицию федеральной антонопольной службы, которая позитивный материал, особенно в области экономики, расценивает как рекламу, пытается выставить за него денег. Здесь я хотел бы заручиться поддержкой нашего совещания для того, чтобы поставить и перед правительством, и перед динамическим президентом вопрос о том, что необходимо с фастом выработать более человеческие подходы, оценки и трактовки того, что считать рекламным материалом, а что не считать. Все эти задачи и установки особенно важны для средств массовой информации региона, который совсем недавно стал российским. Крымчанам приходится столкнуться с новыми реалиями – схемами работы, особенностями законодательной системы в сфере средств массовой информации. Сейчас у нас переходный период, мы в нашей телекомпании успешно преодолели первый этап переходного периода, мы первыми в Крыму перерегистрировали уже по российскому законодательству наши СМИ, ну и сейчас у нас открылся новый телевизионный сезон, по-новому работает служба новостей, которую я представляю, по-новому работает программная редакция, ну и всевозможные новые веяния присутствуют. Для наших новых старых соотечественников особенно была приятна новость, озвученная Алексеем Волиным в конце пленарного заседания первого российского совещания «Региональные средства массовой информации на пути к эффективности». В Екатеринбурге в это время уже лежит снег. Не подготовились, поэтому в следующем году в Екатеринбурге мы проводить наши мероприятия не будем. А проведем мы его там, где снега точно в ноябре не будет. Проведем мы его в Крыму. Представители нашей телекомпании отмечают важность этого форума, материалы которой во многом помогут артемовским средствам массовой информации усилить свои позиции, перейти на другой профессиональный уровень, по-новому взглянуть на свою работу и способы взаимодействия между городскими средствами массовой информации.